Все, я записываю. Много свидания, Владыка Святой. Всечестные отцы, братья, сестры, детишки, приветствую вас и начинаю новое повествование. Батюшка Схерхий Мадрид Георгий Савва Родился, вырос и возмужал в земле, которая в прошлые времена называлась Прикарпатская Русь. Для того, чтобы понять, каким был батюшка Схерхий Мадрид Георгий, надо увидеть, из среды какого народа он вышел. Христианство в Закарпатье берет свое начало в первые столетия нашей эры. Среди колонистов из Римской империи приходили в эту землю первые христиане. Уже на Первом Вселенском Соборе в 325 году присутствовал епископ из Дакии, Феофий, а исторически область Мараморош частично входила в состав Дакии в те времена. Название этим землям Марамореус дали римляне, что в переводе означает «белоснежное», подобно мрамору. Мараморош – это название по-венгерски, по-славянски звучит «мара-морыш». Славянские племена, проживавшие в этих местах в древности, назывались белыми сербами и белыми хорватами. Белый цвет у этих народов означал цвет свободы и вольности. Рим сначала захватывает эту землю, но в 271 году при императоре Аврелиане оставляет Патиссье сам и отводит свои легионы обратно за Дунай, освобождая Карпаты. Рим отступил перед вольно-любивыми карпатскими горцами, славянами и фракицами. Христианство в Карпатах обретает особенность и своеобразие, которое состояло в том, что вера здесь не зависела от государственной власти, как в пределах Римской империи. Это позволило в Карпатах сохраниться различным древнехристианским традициям. Так, например, проезжая по селам Закарпатья и в наше время, можно заметить, что крыша каждого храма увенчана крестом, который либо закреплен на коньке кровли, либо изображен на фронтоне крыши. Смысл этой традиции заключался в том, что в давние времена можно было по кресту на крыше дома сразу же определить, где живут христиане, а где язычники. Благодаря этому каждый гонимый христианин, убежавший сюда от преследований римских властей, мог сразу же понять, в каких домах он может рассчитывать на понимание и поддержку своих единоверцев. В наше время по форме креста можно судить, какой христианской конфессии принадлежат хозяева дома. Если крест восьмиконечный, то это православные. Если шестиконечный, значит униаты. Если четырехконечный, то католики. На Закарпатье у некоторых христиан во дворах за оградой стоят поклонные обетные кресты с распятием. Эта традиция восходит к временам апостольским по преданию святой апостол Андрей Первозванный, водрузил крест на Киевских горах. И традиция такая, она соблюдается во всех православных странах. Но особенность Закарпатья состоит в том, что не только на перекрестках дорог, на въезде, выезде в поселок стоит крест, а очень часто во дворах простых православных людей. В Карпаторусском храме издревле поют все молящиеся на протяжении почти всего богослужения. Ведь сначала в апостольские времена церковного хора как такового не существовало и пела вся церковная община. В православных храмах Закарпатья во время богослужения женщины стоят на правой стороне, а мужчины на левой, чтобы молящиеся были духовно сосредоточены происходящим богослужением и внимали с благочестием пению и чтению. Это только некоторые древнехристианские традиции, уцелевшие в Карпаторусском православии. В дальнейшем карпатских христиан ждали тяжелейшие испытания, причем с каждой новой эпохой они становились все невыносимыми. Однако испытания, притеснения, мучения и гонения еще более укрепляли веру. В этих тяжких испытаниях христианам оставалось надеяться и уповать только на Бога. В VI веке в Придунавье вторглись язычники-авары, которые многих христиан подвергли мученической смерти. В IX веке, после победы над аварами, Карпаты были поделены между Великой Болгарией и Великой Моравией. Вскоре вслед за этим в эти земли вторглись новые язычники – мадьяры-венгры вместе с коварами-хазарами. Опять лилась мученическая христианская кровь. Завоеватели создали свое государство. Славянам пришлось потесниться, углубившись в горы, оставив удобные и плодородные земли мадьярам. После 863 года в землях соседних с Карпатами, Моравией и Панонией проповедовали православие равноапостольные братья Кирилл и Мефодий. Эта проповедническая деятельность имела огромное значение в распространении и укреплении православия в Подкарпатской Руси. В 880-е и 890-е годы ученики святых равноапостольных братьев были изгнаны из Моравии. Многие из них нашли приют в Закарпатье, где продолжили свою проповедь. В 940 году была учреждена Мукачевская епархия, вошедшая в состав православной церкви Киевской Руси. В XIII веке на край обрушились полчища татаро-монголов, снова лилась кровь за веру и родную землю. Католический Рим постоянно пытался уничтожать православие в Карпатах, через Венгрию, Польшу и Австрию. Несколько веков православный карпаторусский народ сопротивлялся агрессивному наступлению католицизма, показывая особую стойкость в защите православной веры. В конце XVII-го, начале XVIII века православные в Прикарпатии испытали особенно страшное давление одновременно со стороны мусульманской Турции и католической Польши. И те, и другие уничтожали православных христиан с неимоверной жестокостью. Для карпаторусского народа настали самые страшные времена. В это время карпаты и для католиков, и для турок-мусульман неразрывно отождествлялись с православием. И турки, и поляки, и австрийцы, и венгры беспрестанно вторгались в Мараморош, заставляя народ без конца с оружием в руках отстаивать и землю, и веру в своих отцов. Мараморош, уповая на Божие заступления, отвечал на эту беспощадную, непрерывную духовную войну строительством новых православных монастырей. Эта эпоха была истинным расцветом монашества в Карпатах. Только один угольский монастырь в Марамороша к середине XVI века насчитывал 300 братьев. В общем, братья этого монастыря была полностью уничтожена. Все потерпели мученический конец. И только через несколько веков на этом месте в угле был открыт монастырь, но уже женский. И в наше время там существует тоже женский монастырь. В конце 17-го, в начале 18-го столетия их было создано более десятка. И они стали главным оплотом в борьбе с унией, которая была лукаво провозглашена в 1646 году в Ужгороде. Хотя при этом не составлено даже ни одного письменного документа о ее заключении. По словам батюшки Георгия, в этот день были собраны все православные священники Карпат в Ужгороде. На центральную площадь. Им было предложено принять унию. Более тысячи священников были приданы смерти. Это большинство. Очень малое число священников перешли к униатам. Государственные власти Австро-Венгерской империи поддерживали униатов. А православных жестоко протестняли. Была запрещена не только православная вера, но и русский язык, на котором говорили русины. Причем, чтобы больше унизить и осложнить жизнь православным христианам, русинам запрещалось выводить дымоходы печей выше кровли. Об этом тоже батюшка рассказывал. Русины использовали этот запрет с пользой для себя. Чердак живых домов стал использоваться как естественное коптильное и хранилище для продуктов. Под воздействием дыма уничтожались всевозможные вредители, такие как долгоносики, тли, моли и прочее. В это тяжелое для православных хрустин время православные христианы Карпат получали постоянную духовную помощь только со стороны Сербии. Будущие православные священники Карпатской земли получали образование в семинарии сербской православной церкви города Сиген. В конце 1734 года скончался в темнице последний православный архиепископ Мараморошен Досифей. Государственные власти не допустили избрания нового епископа, и народ продолжал тонуть в крови борьбы за веру. В это время священников рукополагали сербские иерархи. В 1760 году карпотороссы подняли восстание за присоединение к православной России. Однако, к сожалению, Россия тогда не помогла своим единоверным братьям. Австрия бросила все свои карательные силы против восставших борцов за свободу православной веры. Это были очень тяжелые для карпоторусского народа времена. Властям не хватало тюрем для заключенных. Специальные отряды, выставленные на горных перевалах, не дозволяли сообщаться русинам с православными христианами других краев. Во время этого тотального преследования православных в Карпатах сербским епископам под страхом смерти было запрещено рукополагать священников для Карпатской Руси. Многие православные русины в это трагическое время покидают родной край и уходят от австрийского владычества в соседние земли Молдавлахию, Сербию, Литву, Белоруссию, где сохранилась Могилевская православная епархия, а также в Россию. Кроме этого, идет поток иммигрантов в Канаду. Прошло 7 лет непрерывного террора. В 1767 году австрийскими властями было официально заявлено, что православных в Марамороше больше не существует. Но хотя действительно властью были уничтожены легально существующие православные приходы, все же еще многие карпатроссы продолжали достойно исповедовать веру своих отцов. Поэтому и в дальнейшем государственные власти всеми способами продолжали душить православие. В 1788 году были ликвидированы оставшиеся 14 православных монастырей Мараморыша. Но и тогда православный народ Карпатской Руси не покорился окончательно Унии. Когда умерли или ушли в соседнюю Молдавлахию последние православные священники, оставшиеся без приходов и последние православные монахи из разогнанных обителей, последние исповедники, неходившие в захваченные униатами храмы, молились в лесах, уходили в горные пустыни. Батюшка рассказывал, что такой пример одного отшельника, считавшегося старцем на то время, когда турки почти полностью вырезали мужское население, женщины пришли к этому старцу и просили дать совет, что им делать. И старец сказал, я помолюсь 20 дней, потом приходите. По прошествии 20 дней, когда женщины пришли, он сказал, «Каждая из женщин должна убить 10 турок, не меньше, иначе царства небесного вам не иметь». И это было исполнено. Турки ушли. В начале XIX века внешне властям казалось, что уния прочного царилась в Карпатах, и здесь будет вечно господствовать гордый католический рим со своим папой. Но как римский император когда-то не сумел покорить Карпаты целиком, так и папа римский не смог до конца поработить здесь народную душу, издревле освященную православием. В начале XX столетия под покровительством сербской церкви в Карпато-русском народе разгорелось великое пламя православного возрождения, оплотом которого стал Мараморуш. И этот святой огонь не удалось потушить никакими притеснениями, никакими муками и убийствами. Народ ради благословенной веры не щадил даже жизни своей, и перед этой бессмертной святой силой отступили силы зла. Бесчисленные исповедники и мученики за Христа возродили Карпатарусское старчество. Примером таких старцев являются ныне причисленные к лику святых преподобный Алексей Кабалюк Карпатарусский и преподобный Иов Кундре Угольский. Так народ Карпат отстоял свою веру. На этом сегодняшняя часть закончена. Благословите, Владыка. Точно закончил? Маловато. Закончено. Отец Анат, вот вы сейчас... Сегодня я старался побыстрее читать. Да, да. Вот вы сейчас фотографии выставили двух старцев. В каких годах они скончались? Преподобный Алексей, он умер в 47-м году. А преподобный Иов умер уже в 80-х годах. С кем из них общался отец Георгий? С обоими? Нет. Во время, когда же умер отец Алексей, батюшке было 6 лет. А, понятно. Но я об этом говорю в следующем слове. Батюшка, когда спрашивали его, был ли отец Алексей ему старцем. Батюшка отвечал утвердительно, потому что это был яркий пример православного исповедника. И даже после смерти отец Алексей влиял на веру карпатских русин, православных людей. Очень многие, взирая на подвиг отца Алексея, приходили к православию, к монашеству. Понятно. Сам язык насколько отличается? Это надо отца Яна Ворчака спросить, да? Или кого? Или отца Александра Брижана надо спросить. В настоящее время... Владыка, я здесь могу ответить. Да. Владыка, это закарпатский язык, это суржик, в котором присутствует очень много разных языковых значений и слов. Отец Иоанн правильно говорит, что там было очень много разных народов, которые участвовали в жизни Закарпатья. И переселенцев очень много было. И Закарпатья уезжали, и приезжали. Было много переселенцев. Поэтому очень много таких слов значений и венгерских, и польских, и даже английских, российских слов, русских слов. Поэтому очень много всего было. Отец, а можно вас попросить? Несколько кадров назад, до текста какого-нибудь. Отец Александр, можно вас попросить по суржику, вот это прочитать? На том языке попытаться и сложить эту мысль, которая на экране. Ну, так, народ. Своими словами. Ну, я так больше получается по-украински, владыка, вот. Вот, как-то, вот. Ну, закарпатский язык, вы знаете, более такой, немножко грубоватый. Не могу даже святое писание, как бы, такие слова богословские переводить на закарпатский язык. Дополните. Отец Василий, простите, отче. Отец Василий, он хочет сказать, только микрофон надо включить. Не знаю, как вам, мне бы было интересно послушать вот то наречие. Отец Константин, отцу Василию включите микрофон. Ну, у него активировано, ему надо только самому нажать, а так у него доступ активирован. Отец Василий, на пробел нажмите. На пробел или в нижнем углу микрофон, как у вас? Клавиатура, раз, привязана. Отец Василий, в нижнем углу микрофон у вас там есть, надо, чтобы он был не красненький, а... Мышкой нажмите. Да, я уже сделал. Этот язык закарпатский, он же и не переводится, там и сербский, и всякие разные, там же, очень интересно. Это надо говорить, когда мы вместе, с одного, потому что перевести это трудно. Там, да, и молитвы изучать. Собеседника, да? Собеседника, они изучат так как-то. Молитву, если зайти в церковь православную. Там же мне самому надо прислушаться, чтобы что-то понять, уже отвык от этого. Ясно. Ну, хорошо. Хорошо. Может, в следующий раз как-нибудь возьмем два собеседника, чтобы немножко поговорили между собой. Отец Анатолий, что еще вы хотите добавить? Я хотел сказать, что тот язык, который сейчас присутствует в Карпата-русском народе, там тоже очень много народов, там немцы, есть поселения немецкие, есть... Русский язык, он очень похож на русский. Когда русские войска проходили через Карпаты в Австро-Венгрию, то карпатросы удивлялись схожести языка. Он даже настолько похож был на русский язык, что различий не было. А вот влияние уже в советское время... Батюшка подвис. Подвисает. Задумался, Тецен. Может быть, ему демонстрацию отключить? Я думаю, что можно закончить на сегодня. Немножко опять же задержались мы с началом. Сейчас 20.45, а 21.00 надо уже вечернюю молитву читать. Если все будем читать, вообще будет хорошо, в 9 часов вечера, все вместе. Так, а Тецен и здесь сейчас, Самохин, да? Я с ним тоже созванивался, он едет в дороге, у него еле-еле ловит интернет, поэтому он слышит, и то сказал с горе пополам. А, понял, понял. Ну ладно, тогда будем прощаться. Благодарим докладчику, отстаянно. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Продолжение следует...